Здравствуйте! Пришло время шить выходные летние платья. В качестве основного материала я возьму это платье. Для расширки я использую чёрное платье. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и YouTube будет уведомлять вас о каждой свежей публикации моих роликов. Итак, я имею платье цветастое из очень эластичного стрейча. Оно цельнокроеное, с маленькими рукавами и горловиной на резинке. Рукава отпороть, резинку отрезать и я получу пару длинных полотнищ с готовым нижним подгибом. Платье чёрное, тоже из стрейча, с рукавами и тоже длинное. Отпароть рукава, распороть швы и у меня ещё два готовых отреза. Парю. После распарывания имею две пары одинаковых по ширине полотнищ стрейча. Из цветного я сделаю центр спинки и центр полочки, из чёрного раскраю бока. Проектирую. Разложила выкройку полочки на одном цветном полотнище. В сторону от нагрудной плечевой выточки есть ещё несколько сантиметров материала. Надо его использовать. Попробую перенести обе выточки на 5 сантиметров вбок. Вот здесь будет новая вершина. Сейчас я перерисую выкройку на другую бумагу и на ней уже буду моделировать. На новой выкройке выточки только нарисовала. Смещаю базовые точки вбок на 5 сантиметров. При размере одежды до 60-го максимальный сдвиг, думаю, должен быть не больше 4 сантиметров. Иначе прилегание платья в талии будет некорректным. Соединяю базовые точки. Получаю новые выточки. Вырезаю их. Провожу вертикальную линию через них. Получаю линию рельефного шва. По ней и разрезаю выкройку полочки. Теперь углублю горловину. По линии плеча расширю её на 4 сантиметра. По центральной линии опущу на 10 сантиметров. Отрисовываю новую горловину. Вырезаю. Точно так же на 5 сантиметров смещаю выточку спинки. Черчу через неё по длинейку рельефный шов. Углубляю горловину спинки. По плечу расширяю на 4 сантиметра. По центру углубляю на 3 сантиметра. Разрезаю спинку по линии рельефного шва. Выкройки готовы. Теперь раскладка на материале. На цветной детали, которая чуть длиннее, раскладываю выкройку серединки полочки. Совмещаю сгиб ткани с вертикальной линией выкройки. Тут я криво приклеила газету, так что часть выкройки немного не совмещается. Прикалываю выкройку. На втором полотнище раскладываю серединку спинки. Выравниваю нижние края полотнищ. Затем низ спинки по низу полочки. Совмещаю сгиб ткани и серединку спинки. Продляю вертикальные линии выкройки до низа. Для контроля замеряю ширину выкройки 17 см. Откладываю ее по низу платья. Соединяю точки под линейку. Вырезаю детали с припуском полсантиметра. Стрэч не растрепывается, обрабатывать припуски не нужно. Боковые детали раскладываю на черном материале. Точно так же сначала выравниваю низ полотнищ. Потом выкладываю низ бачка на уровне низа полочки. В пройме бока полочки материала немного не хватает. Но со стрэчем пара сантиметров вообще не проблема. Отрежу чуть уже. Все равно будет незаметно. Бок спинки по длине раскладываю точно так же. Из-за выреза в верхней части полотнища размещаю выкройку посередине. Прикалываю под линейку продляю. Все вырезаю. Начинаю сборку. Сначала собираю по отдельности вперед и спинку. К передней серединке прикалываю передние бока. Сначала скалываю по низу, потом в плече, потом посередине и в промежутках. Прикалываю оба бока. Приметываю. Точно так же собираю детали спинки. Сострачиваю сметанные детали. Шью машиной иглой для трикотажа. Она не делает дырочек и стрелочек. Когда строчу, слегка натягиваю материал перед лапкой. Тогда шов получается эластичный и при натяжении нитка не лопается. Теперь стачиваю плечевые швы. Совмещаю вертикальные швы полочки и спинки. Скалываю кромки. Сразу же собираю и боковые швы. Скалываю в пройме, по низу изделия, посередине. Сметываю, сострачиваю. Когда в плече совмещаю вертикальные швы, закладываю припуски деталей в разные стороны. Тогда шов не утолщается, лежит лучше, сострачивать его удобнее. Рельефные швы на лицевой стороне сошлись точно. По низу изделия уголки припусков срезаю близко к строчке, чтобы не выглядывали из-под платья. В основном платье почти готово. Осталось обработать горловину и проймы. Сначала отстрочу их по краю укрепляющей строчкой. Отстрочила. Стягиваю проймы. Вытягиваю несколько сантиметров нижней нитки. Образовавшиеся на материале сборки пальцами равномерно распределяю по нитке. Стягиваю так, чтобы не образовывалось крупных сборок, чтобы кромка материала просто зафиксировалась и не растягивалась при работе. Точно так же стягиваю вторую пройму. Проверяю, чтобы они получились одинаковыми. Затем таким же образом стягиваю горловину. Горловину я решила оформить черной косой бейкой. Приметываю по всему краю горловины. Концы ленты совмещаю прямо на изделии. Отрезаю припуск сантиметра 3, потом подгибаю его под низ, накладываю на начало ленты. Приметываю. Пристрачиваю бейку. Дошла очередь до проймы. От цветного материала остались 4 клина. Из более широкой пары я вырезала заготовки для рукавов крылышек. Когда резала, забыла включить камеру. Покажу на второй узкой паре обрезков. Сложила лицом к лицу, отрезала узкий конец, обрезала подгиб. По одной стороне совместила кромки. Сложила пополам. Наметила ножницами середину. По второй кромке вырезала деталь со скруглением на концах. По внешней скругленной стороне наметываю один тонкий подгиб. У меня есть лапка с улиткой, но стрейч ею подгибать не получается. Край материала тянется и перекашивается. Придется вручную приметывать. Приметала. Сейчас я отстрочу эти подгибы и заодно прострочу край, который будет пришиваться к пройме, стягивающей строчкой. Замеряю длину края проймы. 28 умножить на 2, 56 сантиметров. Значит, рукава нужно собрать по нитке на несколько сантиметров короче. Вытягиваю нижнюю нитку. Присобираю край материала. К середине перегоняю больше сборок. Краям меньше. Получилось 48 сантиметров. Нормально. Присобираю второй рукав. Получились две симпатичные оборочки. Нахожу на рукаве метку середины. Складываю оборку лицом к лицу с платьем. Совмещаю серединку с плечевым швом. Прикалываю сначала по центру, потом по сторонам. Приметываю оборку к пройме. Сейчас я ее пристрочу. А затем обработаю припуски густым зигзагом, чтобы сборки не оттопыривались. Пристрочила. Укротила зигзагом кромки. Теперь нужно спрятать припуск под платье. Я подгибаю его внутрь и приметываю к платью. Край материала в пройме под мышкой в продолжении шва подгибаю внутрь. При металла отстрочу по лицевой стороне на расстоянии около 3 мм от шва. Вот что получилось. По лицевой стороне строчка. Припуски пристрочены и не топорщатся. Низ проймы под мышкой отстрочила бельевой строчкой. Выходное платье готово. Отглаживаю и примеряю. Вот она я в новом летнем платьице. Получилось длинное. Для разнообразия. Надоест укорочу. Приталенное. Со спины тоже хорошо смотрится. Если бы остатки были шире, можно было бы сделать крылья длиннее. Ну и оборочки в гардеробе тоже не помешают. Смещение линий рельефа прошло на грани допустимого. Дальше точно нельзя. Платье будет плохо сидеть в талии. Материал эластичный. Колебания в объеме фигуры пройдут в этом платье незаметно. В общем, получилось неплохо. Можно отправляться на бал. Дорогие зрители, если вам понравилась моя обновка, лайкните это видео. Если вы еще не подписаны на канал, сделайте это. И не забудьте нажать колокольчик. Благодарю за просмотр. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok